здравствуйте друзья сегодня у нас 1 июля 2018 года очередной отчет я на природе спрятался под зонтиком от солнца сильного чтобы может быть ветер не так сильно мешал записывать голос прошла очередная неделя я почти дочитал книгу будилова инструкция по эксплуатации человеческого тела программа алфей и понял то что это одна из тоже один из способов одна из программ которые как очередной элемент мозаики вкладываются в общую картину мира по оздоровлению организма это методики из серии тоже голодание восстановление серий то что рекомендует доктор шульце веганство соковая терапия очищения и эта методика на непростая она базируется на режиме и на живом питании и плюс еще на употребление еды в определенное время в утренние часы ранний подъем начиная с половины 4 с половины пятого или в пять часов утра и прием пищи в первой половине дня до до половины второго дня до 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 часа до двух но максимум там до трех часов плюс еще закаливание два раза в день ну в общем тоже такая программа не вне не из простых очень серьезно приходится на ней трудиться я первую половину этой недели попробовал на этой программе побыть тоже усиленно так закалялся по чуть ли не по два раза в день иногда бывало вот и но как-то как-то ко второй половине недели появился голод вот и слабости все такое слизь увеличилась в количествах но потому что все это начало отходить вот и даже последние пару дней пришлось подождать с закаливанием и ну я понял то что пока эта программа не для меня хоть она и очень хорошая оздоровление скорее всего на ней можно получить за три-четыре месяца но это реально эта война это такая же война как как и голодание как и как и нахождение на овощах вот из этой серии вот но тем не менее есть смысл ознакомиться тоже с этой методикой и ну так как я сейчас хочу еще параллельно какими-то делами заниматься не сидеть сиднем не лежать в лёжку а еще что-то делать вот и я во второй половине недели отъедался хотелось хлеба и я делал себе хлеб из пшеницы про проращивал пшеницу перемалывал ее в мясорубке и потом подсушивал на сковородке ну и таким образом это шло как как хлеб в общем-то удовлетворение было примерно такое ну достаточно было мне этого было достаточно плюс еще в целом у меня неделя получилась такая сыроедная веганская и последний день вот сегодня мне захотелось как-то молочных продуктов давно я очень молочные продукты не ел я вдумал как чем это может быть там яичными желтками как-то попробовать отделался но вот как-то прям несколько дней подряд думала молочки молочных продуктов и захотел все-таки воспользоваться ими вот так что что у меня из такого из основного на что я сейчас делаю упор это на растяжки вот то что то какой опыт проходил мухтар гусенгаджиев он рассказывал в своей книге вверх по наклонной то что он 50 лет но вот сколько живет он ни разу не болел и он делился в своей книге опытом как как какими оздоровительными практиками он пользовался он ел все подряд но при этом он занимался активно физическими тренировками растяжки растяжками в основном очень хорошими растяжками но он самый гибкий человек на планете как бы тут что говорить и а и что я еще услышал это то что ричард шульцем не рассказывал своих лекциях то что в америке был проведен эксперимент по выяснению какой способ лучше всего заставляет лимфатическую систему двигаться лимфу двигаться но известно то что если лимфа стоит то появляются болезни если лимфа находится в постоянном движении то человек таким образом иммунитета у человека таким образом работает намного лучше и самый эффективный способ по разгону лимфы это первое это глубокое дыхание когда человек дышит глубоко вдыхает полной грудью воздух то мышцы которые в это время там как-то поджимают диафрагму они воздействуют на лимфатические клапаны и вот лимфа приводится в действие и следующий следующий способ это занятия растяжками как раз это всякие йогические практики занятия йогой вот и инверсии тела это стойки на голове или по типу березки вот и я сейчас вот делаю такой упор на растяжки и особенно еще я у себя вижу такую проблему то что у меня не гнущиеся тела и вот хочется как-то вот это вот исправить это это недоразумение недоделанное но особенно не гнущиеся вот и делаю упор на растяжки плюс еще хочу вот как-то приучить организм холодной воде пока это с трудом пополам получается на этой неделе тоже продолжают течь сопли ну как-то организм может вот на свежем воздухе продолжает очищаться скорее всего он да и продолжает очищаться аппетит очень хороший вот и что еще ну то есть получается вот основной упор упор у меня это растяжки а это закал это нахождение тоже на солнце загар вот мухтар гусенгаджиев тоже говорил что это занятие растяжками спортом закал загар ну и у него это что еще было еще сон на твердой поверхности на спине максим лютым лютый еще в своем выступлении рассказывал то что он тоже спит на твердом и вот русский язык богатый русский язык он позволяет получать смыслы и воображение из просто слов вот например спина если разобрать это слово можно в нем услышать спи на то есть спи на спи на спи на этом вот и ну вот я тоже уже давно в общем то привыкал спать на твердом и сейчас сплю на полу на туристическом коврике на спине ну иногда на боках раньше были мозоли даже на боках как-то спину так ломило сейчас уже более-менее я к этому делу привык и как-то даже нравится вот то есть получается солнце загар вот твердый пол и ну конечно же исключение из пищи самых вредных всяких понятное дело то что всяких пищи с добавками то есть не натуральной пищи я не употребляю и сейчас не употребляю рафинированный сахар и муку из таких из всяких сладких вещей сейчас я употребляю натуральный сахар типа там сухофрукты фрукты сейчас много клубники вот здесь в тех местах где я нахожусь практически каждый день съедал утром по чуть ли не по килограмму клубники и вот для сравнения клубнику которую я покупал на рынке она давала очень сильный эффект брожения ну то есть она была какая-то странная то ли ее я не знаю раскрашивали то ли ее как-то химически обрабатывали чтобы она долго хранилась но она какая-то была не такая вот клубника с грядок она не дает эффекта газообразования не дает а клубника из с рынка как такой эффект у меня имел имело то что ну я еще в тот день еще и нут употреблял потом позже ближе к вечеру это все перемешалось сахара и белки из-за этого тоже может быть газообразование но плюс еще есть такое подозрение то что клубника которая продается она не очень хорошего качества вот и тоже сейчас идет земляника землянику ем земляник сейчас наверное уже скоро будет заканчиваться вот так что свежий воздух еще вода вода не знаю насколько она конечно чистая в городе когда я жил я пил дистиллированную воду разбавленную в последнее время с так называемой живой водой water for life это активация воды нормализация физико-химических свойств воды вот но здесь пью воду воду в общем пока самое главное что я хочу научиться это закаляться и так чтобы после закаливания не было слизи и не было всяких простуд ну и как-то закрепиться надо на этом так что прям месяц два три не было никаких таких симптомов на этом буду заканчивать благодарю за внимание всего самого доброго пока пока